Дозвонились не все. О работе горячей линии читались члены региональной общественной палаты. За месяц работы на номер поступило более 200 обращений. В основном звонили пенсионеры и запрашивали информацию о выборах консультативного характера. На день голосования пришлось всего 17 звонков. Небольшое количество обращений обусловлено вмешательством третьих лиц, назовем их хакерами, которые и помешали поступать звонкам на горячую линию. Так, оказалось, заблокированы были и телефонные линии избирательных штабов ряда политических партий, отдельных кандидатов и наблюдателей. Оценивая прошедшие выборы, председатель общественной палаты заявил, оппозиционные партии слишком увлеклись газетами и агит-листовками. Было мало дела и много скандалов. В частности, вокруг КПРФ и кандидатов Максимова и Автанеева. Коммунистическая партия РФ изначально отказалась подписать соглашение за честные выборы, но, видимо, выбрала такой путь агитации, в результате которого два ее кандидата оказались в изоляторе временного содержания. Обилие партий в бюллетене. Казалось бы, людям, наконец-таки, есть из чего выбрать. Однако большинство представленных партий так или иначе дублировали в названии парламентские или гражданскую платформу. Невнимательный избиратель вместо КПРФ мог проголосовать за коммунистов России или КПСС. Первой в бюллетене и вовсе партия против всех. Ее принимали за графу против остальных кандидатов. В итоге партия на пятом месте. Дали возможность людям, все кричали, что все плохо у нас, у нас только несколько партий и все. Дали возможность людям проявить свои права, проявить свои желания, вот абсолютно в свободном виде. Вот они и проявили. Пожалуй, за последние годы эти выборы выдали самыми спокойными. Вопрос в другом. Были ли они честными по отношению к избирателю? Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.